Привет, меня зовут Дмитрий Чернов, я руководитель дизайн-школы VDI и сейчас я хочу рассказать тебе немного про интенсив, но перед тем, как я начну, просто обозначу проблематику. За время работы в школе я провел более сотни интервью, отсмотрел более тысячи портфолио и сейчас готов поделиться с тобой пониманием проблем, которые не дают дизайнеру развиваться, а именно брать крутые заказы и получать хорошую оплату за них. Я выделяю три ключевых проблемы дизайнеров. Первое – это неумение решать задачи, второе – это низкое качество портфолио или слабый уровень портфолио и третье проблема – это неумение искать заказчиков. Давайте поговорим об этих проблемах подробнее и я вам расскажу, как вы можете закрыть эти пробелы, участвуя в интенсиве. Итак, первое – это решение задачи. На интенсиве мы научим вас решать задачи с помощью дизайна, потому что дизайн – это не только визуал, это еще и логика, потому что ключевая вещь, которую вы должны научиться делать – это выяснять потребности пользователя и закрывать эти потребности через ваш дизайн-продукт, будь то создание веб-сайта или создание афиши, либо создание мобильного приложения. Дело в том, что любой продукт дизайна решает какую-то задачу. Дизайна без решения задач не существует. На интенсиве вы научитесь выяснять потребность пользователя, выстраивать логику коммуникации с пользователем для того, чтобы он понял, как решить свою задачу. Критерием выбора дизайнера для заказчика в первую очередь является портфолио. Это то, что видит заказчик. У некоторых дизайнеров портфолио нету даже на бихенсе. Первое, что вам нужно будет сделать – это оформить портфолио на бихенсе. В хорошем портфолио должно быть не менее пяти хороших работ. Что значит хорошая работа, по мнению заказчика? Первое – это качественный визуал. Второе – это понимание, умеет ли дизайнер работать с версткой композиции. Третье – умеет ли дизайнер работать с визуальной коммуникацией. И четвертое – это с типографикой. Для того, чтобы привлечь внимание хороших заказчиков, необходимо все эти моменты подтянуть, чем мы и занимаемся на интенсиве. И третий пробел, который мы с вами закроем – это поиск заказчиков. На интенсиве у нас есть целая серия заданий, которые позволят вам привлечь заказчиков, используя социальные сети. Ваша основная задача – это просто писать посты и заметки о том, как вы проходите интенсив. Главное, в самый первый день, в начале интенсива, вы напишите пост о том, что вы являетесь дизайнером, либо начали только изучать дизайн, то, что вы открыты к новым заказам. Проблема в том, что дизайнеры не часто пишут про себя и то, что они занимаются дизайном, и их ближайшее окружение, то есть даже их ближайшее окружение, не знает о том, что у них можно заказать услуги по дизайну. Вот. Наша основная задача – это проявиться. А в конце интенсива по результатам лучшие получат доступ к внутренней бирже VDI, где они смогут найти для себя адекватность заказчиков и получить хороший проект. Теперь расскажу о том, как проходит обучение. Курс состоит из двух частей. Это два месяца обучения, формально 8 недель. Первая часть посвящена полностью дизайн-процессу и основным темам, таким как сбор данных, проектирование, визуальная концепция, верстка и композиция, типографика. Второй месяц – это практикум, то есть это 4 недели работы, где вы выполняете задания каждый день и получаете обратную связь. Всего на интенсиве 57 заданий. То есть с первого дня интенсива вы получаете задания ежедневно, с дедлайнами ежедневно и получаете видеоразборы от тренеров на ключевые задания. Ключевые задания в первый месяц идут через каждые 3 дня, а во второй месяц – каждый день. Обратная связь на курсе является самым ценным фактором, который способствует прогрессу вашего обучения, потому что тренер указывает на конкретные косяки в ваших работах. Таким образом вы ускоряете ваш прогресс. Всю группу интенсива мы разобьем на мини-команды по 3-5 человек, в которых вы сможете общаться и поддерживать друг друга для того, чтобы в итоге дойти до конца курса с лучшим результатом. К каждой команде мы представляем куратора. Куратор – это один из лучших выпускников предыдущих интенсивов, практикующий дизайнер с опытом коммерческих проектов, который готов делиться с вами опытом и отвечать на ваши вопросы. Кстати, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете сначала задать их в общем чате и получить ответ, потом задать куратору, а потом задать тренеру. Таким образом на курсе получается очень-очень много обратной связи. Еще одной ценной вещью на интенсиве, по мнению наших участников, является общий чат интенсива, в котором можно пообщаться, обсудить насущные проблемы, выразить свои эмоции и получить обратную связь от других участников проекта. Как показывает практика, после окончания интенсива общение в чате продолжается, и ребята объединяются друг с другом, создают интересные проекты, студии или начинают вместе путешествовать. Чат – это та штука, которая будет поддерживать вас на протяжении всего интенсива, даже когда будет очень сложно, потому что нагрузка на интенсиве будет очень высокая. Вы будете получать задания каждый день, которые требуются от 2 до 8 часов выполнения. Конечно, мы каждый раз, конечно, мы с каждым запуском работаем над нашими заданиями и над снижением времени выполнения заданий. Но почему у нас так много практики? Для того, чтобы вы сформировали устойчивый навык дизайна, который вам позволит создавать крутые работы и повысить средний чек. Итак, приходите на интенсив. Если у вас есть вопросы, задавайте подробнее в комментариях. Посмотрите работу выпускников предыдущих потоков. И увидимся 18 июня. Всем пока. Продолжение следует...